Британцы сняли, по сути, псевдодокументальный проект, как по их версии может начаться Третья мировая война. В фильме принимают участие реальные отставные английские политики, которые на ходу, в зависимости от ситуации, принимают решения, как будто бы они от правительства страны. Это такой политический квест. Формально сценарий почти один в один напоминает события в Украине. По сценарию, российская армия под предлогом защиты русского населения Латвии вторгается в Латгалию, восточную провинцию страны. Поскольку Латвия член НАТО, то это начало прямого военного конфликта между Россией и Западом. Фильм BBC резко осудили и в Кремле, и многие латвийские политики, кстати. Общий тон, что это такая провокация, ненужное нагнетание обстановки. Но общественное телевидение Латвии, наоборот, закупило права на трансляцию проекта. По этому поводу Ивор Белт, директор телеканала, вспомнил даже службу советской армии, когда им на политинформации рассказывали про фильм «Рэмбо». Кто-то раскладывал по частям «Рэмбо 3», который творит ужас в Советском Союзе. Я как-то написал о том, что, может быть, ребята, хорошая идея сначала посмотреть фильм, а потом у нас мысль появится. Потом будем и разбирать, и критиковать. Что-то мое сочинение не очень понравилось, как сейчас помню. Но вот ситуация, кстати, очень похожа на это время. Я не хочу туда-обратно, где мы о чем-то дискутируем, что-то изначально, скажем так, подвергаем критике, не зная толком, о чем мы говорим. Учитывая неоднозначность фильма, в начале, перед показом, пройдет теледискуссия с политологами, что вроде бы должно подготовить зрителя. Но многие потенциальные зрители заранее выразили протест. В Далгавпилсе, столице Латгалии, судя по результатам опроса, почти половина горожан назвали ленту провокацией. А мэр города Янис Лачплесис считает, что такое кино бьет по имиджу Далгавпилса и, главное, по его бюджету. Мы вкладываем огромные деньги, чтобы создать среду привлекательную для инвесторов, чтобы развивать инфраструктуру, чтобы город был опознаваем. И, на самом деле, это не способствует реальному интересу инвесторов и туристов по приезду в наш город и в наш регион. Проект BBC, конечно же, провокативен, по сути, но характерно, на каком информационном фоне сегодня состоится латвийская премьера. Прямо в эти дни в Псковской области, на границе с Латвией, идут масштабные российские учения с участием двух с половиной тысяч десантиков и более трехсот бронемашин. О маневрах, кстати, рассказали во всех российских новостях. И мы знаем, что по сценарию, как нам рассказано в новостях, десантники должны захватить вражеский аэродром и удерживать его до прибытия основных сил. Причем никто даже не скрывает, что цель этих учений – показать натовцам, что в случае необходимости российская армия в состоянии быстро уничтожить вооруженного противника в странах Балтии. С другой стороны, глава блока НАТО уже заявил, что Альянс принял решение усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. Здесь планируется разместить несколько тысяч натовских солдат. Так они планируют предупредить возможную агрессию со стороны России. Так что, озираясь по сторонам, фильм Би-Би-Си уже не кажется такой журналистской выдумкой. Видимо, также, кроме телевизионного латвийского руководства, считает и в Эстонии, Эстонская ТВ тоже закупила права на показ британского телепроекта. И он выйдет в эфир 29 февраля. Так что мы ждем продолжения скандала.